Слушай, почему ты у меня не спрашиваешь, сколько я зарабатываю? Ты в тот раз спрашивал, ты не ответил. Нет, я тебе два раза отвечал, сколько я зарабатываю. Это было неправда. Это была неправда. Ну ладно. В общем, габарджуба-гоги! О, здорово! Сегодня мы поговорим на несколько такую щепетильную тему для многих. Хотя лично для меня она никогда не была щепетильной. Это православная вера и ее роль... В рок-н-ролле, назовем это так. Да даже не только в рок-н-ролле, а в жизни. Щепетильной темой это стало, я вообще не понимаю, почему. Допустим, люди очень любят, особенно в комментариях, где-то говорят, что вот золотые купола у церквей, какой-нибудь там у батюшки или не у батюшки есть майбах и прочее, прочее, прочее. При этом нужно быть обязательно толерантным, например, геем. Вот этого я не понимал. Значит, почему-то сюда толерантными не нужно быть, а геям нужно обязательно. И пусть гей будет хоть мультимиллионером и творит все, что угодно, но вот гей — это святое, его трогать нельзя. По-моему, сейчас полюса поменялись. Стало очень модным, прям в тренде, это, ну, допустим, бить жену. Это вообще классно. Люди считают, что если ты жену не бьешь и защищаешь моральные ценности, какие-то семейные институты семьи, ты моралфак. И самая главная смена произошла, о чем я уже говорил много раз в роликах, сейчас модно слушать всевозможную аморальную похабщину в рок-н-ролле. Допустим, шляпников каких-нибудь, ну, чтобы было побольше мата и так далее, и тому подобное. Но при этом мы все стремимся сейчас слушать только новаторские типа группы, которые идут за западным звучанием. Сколько они идут за западным звучанием, столько получается полное говно. Но как до музыки западной не дотянули, так и потеряли мы еще, и самое главное, что у нас было, это тексты. В общем, полюса у нас разные, но основной разговор сегодня пойдет о православной вере, религии, можно это как угодно называть, а пока реклама. Настоятельно прошу вас подписаться на канал Мир Гитары, который ведет Александр. Занимается он гитарой уже 16 лет, и у него очень много обучающих видео. И самое главное, почему к нему нужно подписаться, потому что YouTube сейчас обнаглел и очень сильно прессует мелкие каналы. Чем мельче канал, тем быстрее его можно отключить от монетизации, закрытия и так далее, и тому подобное. Поэтому подписывайтесь, делаем канал побольше, и будем надеяться, что все у Александра будет хорошо. Ссылка в описании. Итак, начнем с Костика Кинчева. Кстати, сейчас начнется сразу же, ты что с ним в бане? Пиво пил или на бурдышавт, там вот эту вот всякую шляпу, как можно Константина Кинчева называть Костиком Кинчевым. Все мы знаем, и он это не скрывает, что он наркоманил, и очень страшно. Причем героинился, кололся с 32 до 35 лет. Этот человек, можно было сказать, уже был мертвец, потому что бывших наркоманов не бывает. У меня у самого есть знакомые, которые реально бывшими не бывают. И излечиться от наркомании просто невозможно. Поэтому не вздумайте употреблять это дерьмо. То же самое сказал и Костя Кинчев, что от наркомании можно только исцелиться. Он сначала и всю эзотерику перелопатил, когда хотел слезть со всего этого дела. Эзотерику перелопатил, и Кораны читал, и пришел в итоге к нашей православной вере, и смог с помощью Бога от этого недуга исцелиться. Вы обращались в какие-то медицинские центры, в помощи медицины? Вас интересует то время, когда я торчал? Да. Нет, я не обращался ни в какие медицинские центры, просто Господь вел и уберегал меня. И чередой чудес определенных Господь привел меня в церковь. В 92-м году я крестился. И вам сколько было лет? 32 или 33 года где-то там. Скажите, а были срывы? Когда я крестился, я начал исповедоваться, меня допускали до причастия. И все точно так же, как у Артема. Артем Зава, да? Да. Ну вот, срывался, и жгучее ощущение стыда, стыд и совесть – это тот инструмент, которым Бог начинает работать в сердце. Когда ты очищаешь сердце от тайной исповеди, то вот насколько искренне ты исповедовался, настолько благодать Святого Духа проникает в твое сердце и начинает там работать. Размягчая это сердце и давая этому сердцу возможность совестно относиться к своим проступкам перед Богом. То есть возникает ощущение, что ты боишься обидеть Бога своими нехорошими делами. Но эти нехорошие дела, к сожалению, совершаются. Я совершал, то есть я исповедовался, причащался и опять торчал. И так это длилось, в общем, с 92-го по 94-й год. В 94-й году, в конце 94-го года, в последний раз укололся, после этого не торчал. Ну, планты я не курил уже сразу же тоже, поэтому... Простите, но многие говорят, что очень сложно возвращаться к жизни после наркотиков, что она становится какой-то очень скучной и неинтересной. То есть вера заменила вот тот образ жизни, который у вас был? Вы понимаете, я ведь торчать-то бросил, но пить-то не перестал. Поэтому, а пил-то-то я так, ох, от души на самом деле. То есть так я любил посидеть, погулять, проснуться непонятно где потом, день на третий, четвертый. Ну и с этим, в общем, понял, что это тоже тяготит, в общем-то, опять же, благодаря церкви. И жене, благодаря жене, которая, в общем-то, это наблюдала, мне казалось, что ну что я там выпью раз в месяц, дня три, четыре, и все, и потом опять не пью. Вот. Вроде как концертные графики не нарушал, гастроли не срывал, в социуме присутствовал. И еще, в общем, мне казалось, что какой я молодец. Хотя вот, Артем-то правильно говорит, с Божьей помощью. То есть Господь управил, и поэтому и не торчу. Потом бросил еще и пить, в итоге еще и курить даже бросил. Полностью все пороки свои убрал. Да, эти люди, конечно, которые бросают при помощи веры, они становятся немножечко не от мира сего. Ну, по крайней мере, так нам кажется, людям мирским. Я вроде как тоже верующий, но в то же время я мирской. Ну, у меня тут очень сложно намешано всего и понемножку. Это абсолютно другой разговор. Так вот, если бы этот человек, Костя Кинчев, не поверил в Бога, и с его помощью не смог бы, с помощью религии, с помощью Бога, тоже можно называть как угодно, он уже умер бы. И не было новых альбомов, не было бы новых песен, не было бы его концертов, выступлений и так далее. Все, он просто канул бы в небытие. Как это было с Крупновым? Как это было с Высоцким? Как это было, допустим, с тем же Летовым? Хотя в последнем альбоме «Зачем сняться сны» он написал песню «К тебе». И видно, что даже жесточайший противник, атеист всего и вся, в общем, и то написал песню «К тебе на небо». Многие будут спорить, что эта песня не о нем, но эта песня именно о нем. Уж поверьте мне. Даже вот Егор к этому приближался, но, видать, время вышло и умер. И мы теперь не слышим ни альбомов, ничего. А как было бы замечательно, если бы он, как Костя Кинчев, сейчас бы выпускал альбомы. Пусть где-то песни с религиозным уклоном были бы, но «Нутро» остается твоим. И так или иначе ты все равно будешь выпускать те песни, которые ты бы выпустил, если бы остался живой и был бы неверующим. Из рубежных людей можно приводить в пример, допустим, бас-гитарист и гитарист группы Корн. Они же были жестокими наркоманами. Оба пришли в веру и бросили эту дрянь. И поэтому группа Корн существует, продолжают люди дальше играть музыку. Вокалист группы «Попорочь» – то же самое. И семьи рушились у этих людей. Вот наркотики, это было такое вот страшное зло в их жизни. Бросили благодаря вере, религии, богу, чему, что угодно. И да Петр Мамонов, возьмите, е-мое, человек, который в острове Лунгина снялся, и там «Царь», и да и целая куча фильмов, которые «Звуки му». Он же вообще пил, да не, вот, вот, хуже, наверное, никто не пил. Он просто постоянно был синий. И я даже не знаю, что он там употреблял, не употреблял. А Калугин, «Оргия праведников», тоже его бы уже не было. А если, допустим, можно сказать, что у «Звуки му» какая-то там плохая музыка, многие ее не понимают лично. Я тоже не понимаю песни там «Я вышел на улицу, курточку надел, а там дождь, я вернулся домой». Ну и как бы песня кончилась, и какие-то два аккорда играют. Я этого, ну, можно сказать, да, просто я, может, недорос, может, дебил. Но смысл в том, что фильм «Остров» Лунгина – это невероятно крутая картина. Просто фантастическая. И никто, наверное, как Мамонов не смог бы так сыграть главную роль. Вот, пожалуйста, благодаря Богу, религии, он живет, снимается в фильмах. Ну и продолжает там песни про курточки, наверное, все-таки еще петь. Я извиняюсь, не очень хорошо слежу. Врач у нас один – это Бог. Он же отец, это же не дядька с палкой. Он же хочет нам блага только. Когда с похмелья колотит, это что? Говорит, посмотри, как плохо. Ну, не надо, хватит, песенка, хватит. Нет, песенка опять, я сам прибежал к Дмитрию Алексеевичу, он бегал. Он меня от смерти спасал. Вы думаете, не хочется выпить? Хочется. Много раз на дню. Раз опять с гневом туда пошел вон, раз – нету. Еще круче, сильнее становится. А где вера, там и освобождение от греха. Борис Борисовича Гребенщикова можно приводить в пример сколько угодно. Он же тоже квасил и нехило. Сначала он там и в буддисты пытался, что называется, влезть. Но та вот вся ненашинская вера, она все-таки его не могла вытащить полностью. И он все равно пришел к православной вере. Возможно, у него она тоже там какая-то своя, но благодаря ей он недавно выпустил новый альбом «Время N». Человек идет, идет, идет. Очень хорошо, что появились люди, которые очень быстро, скажем так, поверили. И в итоге слезли со всякой дряни. Ну, не знаю, как, Ревякин. Его можно сразу привести в пример. Тот уже давно, чуть ли не с молодым. Но тоже же творили всякую чушь. И бухали, и вот были реально амральными людьми. За то, сколько альбомов выпускает и выпускает. Нравится музыка, не нравится. Я специально привел в пример, кстати, зарубежных людей. Потому что у нас полюса же поменялись. Российская музыка – это дерьмо. И многие реально люди, которые топят за геев, что нужно быть к ним толерантными, будут кричать, да шоп, они все передохли, я вообще зарубежную музыку слушаю. Таких тоже хватает, возможных имбецилов. И в жизни сколько бы семей не было бы уничтожено вот этой всей дрянью, будь то алкоголь, будь то наркотики. У меня есть один очень близкий человек, который страшно пил. И он уже был потерян. Семья уже рухнула. В итоге именно Бог позволил этому человеку взяться полностью за ум. Да, этот человек стал немножечко не от мира сего. Но вполне возможно, мы его просто не понимаем. Но он вполне себе отлично живет. Вполне себе хороший человек. А то, что творилось раньше, это была полнейшая катастрофа. Многие, кстати, гонят. Недавно посмотрел такой фильм про староверов. Ну, даже не про староверов. Я вообще смотрю там какие-нибудь фильмы, как люди в тайге живут, документалочки. Это мне очень сильно интересно. И там был рассказ. Один поселок, даже такая сильно увеличенная деревня, она вымирала. Потому что мужики наши пьют, наркоманят, творят все, что угодно. И, естественно, это все спихивают на власть. Во всем виновата власть. Типа работы нет и так далее. Но, извините, когда была, допустим, царская Россия, какая могла быть работа, когда осваивали Сибирь? Настоящие мужики, казаки. Не было работы. Была работа, скажем, повседневная. И люди не пили. Люди преследовали другие цели. Вырастить детей, поставить их на ноги, кого-то отправить учиться. Какие-то вот такие. Сейчас там все класят просто. Вот берут интервью у мужиков, а они вообще никакущие с утра уже. И все гонят на староверов. Типа вот староверы, им же нельзя там ни пить, ни курить, ни телевизор смотреть. Ничего, они странные. Здравствуй. Я додумал. А дом мне где? Подожди, еще познакомься. Как тебя зовут, скажи. Илон. Много есть иванов на роде. Подавая хоть сто стаканов. Только подноси. Староверы строятся, строятся и строятся. Как это объяснить можно? Пьют. Не староверы, а вот местные вот эти, вот это. Другие. Они не хотят работать. Все. Нету, все, нету, все. Девки пьют. Все. Ой. Куда ты прешь, козел. Это кто такой? Ты меня же. Не работает нигде. Пьет. Вот, наших. Проехал вот этот. Ни разу не был женатый, ни одного у него ребенка нету. Но он сам крепкий и работящий. Три раза сидел. А у них таких нету ни одного у староверов. Да, да, да. Но смотришь на дома староверов, у них и пилорамы свои есть, и целая куча техники, дома с иголочки. Дети ходят в школу учиться, если, допустим, школу закроют, то и черт с ним, они и учиться не будут. Но они все вместе там, что называется, процветают. Им даже деньги не нужны бумажные, потому что они сами себя обеспечивают. Им вообще плевать на власть, на политику. У них, скажем, есть только бог, только икона. Да, у них слишком жесткая, скажем, вера, но сравнить здесь мертвые семьи, мужики, там один мальчик рассказывал, у меня дед, а, девочка рассказывала, я хочу, когда вырасту, уехать отсюда. И спрашивают у нее, почему. Потому что я прихожу домой, она с дедушкой и бабушкой живет. И у меня дедушка каждый день пьяный, он не может даже дня прожить без самогонки, он буянит, дерется и прочее. Интересно. Скажи, какая у тебя мечта? Чтобы уехать отсюда. Куда? Ну, куда-нибудь, только что здесь лежать. Я закончил школу и еду отсюда. А почему так ты говоришь? Просто нет, что же все достали по уши. Ты про бабушку? Нет, про деда. У меня он постоянно пьет. Ни дня не может прожить без самогонки. И этот дедушка гонит на староверов, что они тут, видите, или не могут телевизор посмотреть и прочее. Да пусть. Я считаю, что так даже лучше. В таких ситуациях. Вот взять бы сейчас всех людей, пьяниц и наркоманов, чтобы они все уверовали. Мы не будем говорить о том, что там у кого-то есть майбах, у батюшек и прочее. Мы говорим именно о Боге. Не о том, какое убранство в церквях, а именно о нашей исконной православной вере. Вот этих всех людей взять, и вот они все бы уверовали, допустим, как Костя Кинчев. Вы представляете, как бы стало бы сразу круто. Во-первых, все работают, семьи живые, настоящие. Детей можно отправлять учиться и так далее, и тому подобное. Это же было бы просто невероятно круто. Поэтому я был всегда за православную веру. Ну, там, я в исламах не разбираюсь, как у них там чего. Именно вот нашу я в другие религии не лезу. И я не понимаю вот этой полярности, когда люди орут, что православная вера – это вообще чушь собачья для дебилов. Но при этом эти же люди сидят и говорят, если ты скажешь, что ты против геев, они сразу такие напрягаются, бегут. Я помню, снял ролик, что я против геев. Я не толерантен к ним, потому что это аморально. Ну, потому что я верующий все-таки человек, как ни крути. И сразу полторы тысячи жалоб пришло на мой этот ролик. 18+, ему сразу поставили, потому что я, видите ли, не толерантен к глиномесам. Ну, это пипец. Зато мы будем хаять тех, кто верит, тех же самых вот староверов там, либо людей, которые ходят в церковь. Я не говорю, кстати, о фанатиках. Есть люди фанатичные, они там, ну, просто слишком уж верят, что называется. И они не пускают в свою жизнь никого и ничего. Либо, наоборот, досаждают, чтобы... Ну, ходят по улицам, знаете, раздают какие-нибудь Библии. Иди в церковь, иди помолись, там, и прочее. Вот это вот все дело. Это неправильно, я считаю. Потому что мы же не ортодоксы. Огнем и мечом там в свою веру нас не впихнуть. К этому должен прийти сам. И вот было бы очень хорошо, что все вот эти семьи, наши рок-н-ролльщики, сколько людей вот умерло от водки, либо от наркотиков. Вот каждого ткни, известного, кто умер. Юра Клинских тот же. Да лучше бы он уверовал. И до сих пор бы мы слушали какие-то его новые песни. Писали бы в интернете всякую дрянь. Эта песня говно. Это уже русский рок, он мертв. Я лучше послушаю какую-нибудь там зарубежную дрянь. И так далее. Вот кипиш бы этот шел, но он бы был живой. Поэтому к чему я веду? Надо все-таки думать, прежде чем хаять людей, которые верующие. Вы слушаете рок, вы должны понимать, что не любите русский рок, любите там попорочь, корн. Да вообще любую зарубежную группу возьмите. Там же одни наркоманы практически. Целая куча людей. Бейте в интернете, посмотрите, кто уверовал. И эти группы продолжают сейчас жить. И вы это все дело слушаете. И наслаждаетесь этим. Великолепным зарубежным роком. Не четырьмя нашими блатными аккордами, а вот супертекстами, где я тебя полюбил, а ты от меня ушла, и я обоссался. Ну там, за рубежом примерно такую хрень поют. Вы молитесь на эти группы. Вот им вера помогла. При этом вы орете, что все верующие люди это дебилы. При этом я повторюсь в 20 раз, вы толерантны к геям. Ну пипец. При этом вам нравится, если кто-то говорит, что какой-то Ларин, например, кричит, что все бабы мрази. А если кто-то говорит, что бабы не мрази, и жену бить это плохо, ты моралфак. Капец. Я вот поражаюсь людям. Поэтому вся мораль какова. Не лезьте вы к этим людям, которые реально верующие. Потому что они обычно к вам не лезут. И самое главное. Никогда не пробуйте вот эту вот всю дрянь, которая... Особенно наркотики. Потому что бывших наркоманов реально не бывает. Я знаю нескольких людей. Кто-то из них уже в могиле. Кого-то 350 раз подшивали. Но это бесполезно. И всего лишь один из них поверил в Бога. И он ему помог это дело бросить. И уже очень много лет, по-моему, лет 15-16. Этот человек ведет нормальную жизнь, семья, дети. Все есть. Он живет ради них. В этом ему помог Бог. Да, он ходит в церковь. Может быть, перед друзьями он как бы дебилом считается. Но если бы он не делал этого, то его бы уже не было. И дети, не знаю, в детский дом не попали, но сиротами точно стали бы. Поэтому это вам размышлялка такая. До новых синяков. Субтитры сделал DimaTorzok